Привет, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Inferno Games. Сегодня мы будем играть в игру под названием Bendy and the Dark Revival. Эта игра вышла совершенно недавно, ну и что я, собственно говоря, хочу вам сказать. В эту игру я, собственно говоря, вообще не играл, и я не знаю, что в ней и как в ней, поэтому я даже сюжета не знаю, и в прошлой игре, которая, я так понимаю, была самая первая. Я не знаю, она вроде есть, типа чернильная машина же вроде, она как-то называется, Bendy. Ну, в общем, я пока не в теме, если что. Давайте начнем, может быть, что-нибудь да пойму. Ну, для начала я, наверное, все-таки, как бы ничего толком не понимаю. Давайте все-таки, давайте на нормале поиграем. Надеюсь, я пойму тут все. Джо и Дрюс Турю Диас представляют. Мы всегда имеем право на выбор. Верять в то, что хотим верить. Ну, когда ты отступаешь, когда ты действительно смотришь на то, где ты был, то... и что ты сделал, твое прошлое придет, чтобы поглотить тебя. Надеюсь, так было переведено мне. Ну, надеюсь, что я правильно здесь сказал. Так что, увы, посмотрим, что будет дальше. Июнь 18, 1973. Я так понимаю, ее зовут Одри, да? Это, я так понимаю, она. Ну, надеюсь, что это... Ага, она сказала, что еще много каких-то кадров для него, и дело будет закончено. А теперь нужно идти за кофе. Нифига себе, она прям художник. Пора для маленького приключения. Ну, время для маленького переключения. О, что-то чувствительность маленькая, я сейчас настрою. Так, это... Во. Ну, я имею в виду то, что мне в игре настраивать чувствительность не надо. Ага. У меня она сама, чувствительность включена. О, так вот, думаю, пойдет. Куда, собственно говоря, нам надо идти? Так. О, круто. То есть, получается, здесь я играю за женщину или за девушку, которая, видимо, молодая, я не знаю. Так, собственно говоря, куда нужно идти? А, цель подмечена. Ну, ладно. Ух ты. Гроза. Ну, ладно. Свет немножко барахлит, конечно. Так, это кто? Натан Арч. Картина, конечно, очень красивая. Че моргает. Че-то экстренное, что ли, случилось. Так, собственно говоря, куда? А, все. Так. Тут столько всяких и нарисованных этих картин. Ну, ладно. Серьезно. Они меня закрыли. Хорошо, что у меня был запасной ключ. Окей, ладно. У нее, оказывается, был запасной ключ. Кто поставил это здесь? Бенди, the demon. Бенди, the demon. Тебя вроде бы здесь не было, когда я проходил здесь. Ну, ладно. Проверим. Так. Вот они, ключи, да? Вот они где. Эти ключи. Я понял. Не понял. А где тот самый плакат? Эх. А куда он испарился-то? Че за мистика? Ну, ладно. Надеюсь, у меня запись идет нормально и ничего не будет лагать. И надеюсь, меня прям хорошо слышно. Ну, если че, я звук подправлю, если будет тихо. Так что не переживайте. Эм, я так понимаю, этот коридор или зона не слишком доброжелательная какая-то из... Ну, че-то типа связано с доброжелательством или че-то... Ну, типа то, что мрачная эта комната или... Привет, тут кто-то есть? Ну, по крайней мере, я никого не вижу. Шкафчики можно лутовать, да? Ну, буду переводить как могу. А, то есть, тебя не смутило то, что... как бы эта штука проехала сюда. Странно. Дверь приоткрыта. Так, ну ладно. Вызвать лифт. Ну, окей. Так. Иди вниз. Блин. Одри. Вилсон? Ты напугал меня до смерти. Я прости. Прости, моя дорогая. Ты работаешь очень поздно. Нет, конечно, нет. А, типа он, короче, сказал то, что... Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Вот, подождите. Продолжение. Не волнуйся, мой дорогой, это просто немного коротко в этом системе, произошло много в последние несколько дней. Не нужны, Фред. Давайте посмотрим, что мы можем найти. Возьмите сейчас, старый Вилсон тебя защитит. Короче, он сказал то, что типа девушка как Одри не должна находиться одна, и, короче, он решил составить ей компанию. Она сказала то, что она не против, и он, короче, пошел, ну, зашел в лифт. Получается, она спросила, как было все на прошлой неделе. Он сказал все хорошо, потом они что-то застряли в лифте. Хотя она испугалась, он сказал то, что ничего страшного там нету, я тебя защищу, типа, и давай что-нибудь да найдем. Ну, типа то, что ничего такого прям серьезного нет. Ну, надеюсь, типа я так перевел. Ну, в общем, как-то, как-то так. Так. Куда мы, интересно, сошли? Тут так темно. О, говорит с тобой, Надя. Ого. Ого. О, вот оно. А, вот мы здесь. Просто... Короче, он сказал то, что какие-то выключатели поставить нужно было, и якобы все выключилось. А, ведь... Ну, это, видимо, сбой из-за света был. Молнии, ну, вот это вот все. Может, выбило щитки? Скорее всего. Ну, и, короче, он сказал, что типа тут безопасно, следуй за мной. Джо и Дрю. Ну, в общем, как-то так. Джо и Дрю. Мужчина и демон. Я так понимаю, демон он, а Джо и Дрю он. Понятно. Джо и Дрю. Это тот создатель, который создал Бенди. Короче, мультяшные персонажи. Я так понимаю. В 1929-м ему помогал бизнес-партнер Генри Стэн. Он создал Бенди. Его маленькую форму, наверное. Короче, маленькая форма Бенди, скорее всего. Я так понимаю, Джо и одобрил это, и все было нормально. Ну, ладно. Ну, как могу, так могу. Переводить я прям идеально не умею, конечно. Просто карандаш или ручка. Не помню. Понимаете, вроде карандаш, что ли? И мечты. Так, это что? Иллюзия жизни. Джо и Дрю. Это вот эта книжка, я так понимаю, да? Ну, ладно. Так. О! Прикольная плюшевая игрушка. Ничего себе. Тут столько всего, блин, интересного, что мне, блин, трудно это все переводить. Ну, как могу, так могу. Аршкейт. Ну, чё-то знакомая, конечно, но я чё-то этого не видел. А, это же эта компания, блин, я уже на лифте видел эти слова, что написанное, блин. Понятно. А это что такое? Машина какая-то, что ли? Что-то, типа, кто-то бывает. Я, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я, ну-ка, ну-ка. Я, ну-ка, ну-ка. Как гоня, ну-ка, ну-ка. Типа, Одри, милая Одри, не могла бы мне помочь найти эти вещи, ну, он типа то, что старый сказал, не мог, ну, типа, не могла бы ли ты помочь старику найти эти вещи, пока я буду включать энергию в эту машину, я так понимаю. Ну, надеюсь, я буду нормально переводить. Ну, как могу, так могу, уж извините, ребят. Я прям не мастерски все знать на английский языке. Так, а что, собственно, я взял? Гаечный ключ, да? Может, что-то еще в этой зоне может быть? Давайте все осмотрим. Ага, пластинка. Пластинка, пластинка, так, это у нас, получается, вторая вещичка, да? Так, плюшевый, я так понимаю, Бенди. Окей, дальше. А, книжка. Иллюзия жизни, я так понимаю. Так, дальше что? Что еще тут? А, нет. Ну, тут, в принципе, больше ничего такого. А, чернила. Ну, надеюсь, он не против, если я заберу. Я так понимаю, это все? Нет? Так, ладно. Наверное, мы все собрали. Я не знаю, конечно, сколько штук надо было собрать. Ну, судя по всему, тут их шесть штук, да? Значит, шесть вещей нам надо. Окей, первая кукла у нас будет, пусть. Вторая музыкальная пластинка. Так, дальше. Чернила. Шестерня. Так, гаечный ключ. Ну, и самое последнее, это книжка. Джоу Идрю. Того самого создателя, так понимаю, Бэнди. Окей. Все, что нам осталось, это нажми на выключатель или на рычаг. Типа вот эта штука, да? Я что-то включу. Вилсон. О, Одри. Типа что, выполнено. Эта штука теперь работает? Что происходит? Чернила зовут нас, моя дорогая. Ты ни хера, ты не слышишь это? Что? Мы идем домой. Держите подальше. Слушай меня, Одри. Заплатить. Ты забудешь все. Отпусти меня. Найди меня, Одри. Найди меня, и я покажу твою... Крупость, я не помню. Я покажу тебе правду. Это не может быть реальным. А теперь... Мы умираем. Что ты делаешь? О, нет. Он запихнул меня в эту хрень? Что за жижа, блин? Это что, чернила? Какого фига она набралась-то? По-саму не хочу. Жесть, меня ваш пробирает, блин, мурашками. Бенди, это Dark Revival. А, это только вступление было, представляете? Жесть, а я это... Я вообще в шоке. Только начало, а уже сюжет прям интересный. Что же ждет меня дальше? Я честно хочу ее пройти. Я не знаю, почему-то она мне уже понравилась. Я толком не знаю, кто, где и когда, и зачем. Но, может быть, если я сейчас вкурю в тему, то я сделаю старую версию видео. Ну, я имею в виду то, что... Что с ней произошло. Что с моими руками? Что с моими... Что с... Не так с моими руками, я так понимаю. Она в шоке и... О, Одри. Что произошло с тобой? Куда это мы попали? Добро пожаловать домой. Сбегите из студии. Ну, допустим. Там кто-то плачет. Так, ладно. А что за книжка? Можно ее взять? А, да, можно. Ну, ладно. Так, что у нас тут? Трубы какие-то. Что это за трубы? Давайте их возьмем. Может, они нам пригодятся? Так, я так понимаю, я и взял, да? Сейчас. Так. Студийная памятка, я так понимаю. Каждая великая история начинается с тайны, хотя поначалу все может быть мрачно. Истина осветит ваш путь. Не бойся того, кто ты и есть. Бойся только того, кем ты можешь стать. И прогоняй это прочь. Твой лучший друг. Джои Дрю Студио. Персональная табличка или памятка. Я не знаю, если честно. Ну, короче, как-то так. Ага. Воспоминания остаются в моей паузе, да? Понятно. О, боже. Выглядит, конечно, очень страшно, ребят. Ладно. Расслабьтесь. Этот мэн... Тот, кого... Кто убил... Черного демона. Уилсон знает... Типа... Правду или что-то в этом роде. Блин, я забыл это слово, если честно. Вот серьезно. Сейчас. Цель, я так понимаю. Да, я решил перевести это слово. Уилсон знает твою цель. Да, все. Я понял теперь. Ну, буду записывать где-нибудь у себя в табличке или в голове, что... А, эти штучки, оказывается, эти трубы нужны для лестницы. Окей. Один есть. Ну, давай ставь второй тогда. Ну, теперь мы знаем, что... Точнее, я знаю, что я играю за Одри. И что, эта сволочь решила меня запихнуть в этот... Ммм... Фигню какую-то. Я даже не знаю, что это такое. Так, это че такое? Шкатулка какая-то. Окей. Допустим. О, это кто такая? Ангел какой-то. А, ну, кольцо, ну, я так понимаю, это девочка-ангел. Но только кто это? Интересная музыка. Такая прям специфичная какая-то, что ли. О, у меня есть ноги. Ого, я только сейчас увидел. Жесть. Боже. Ты думаешь, я топил котов? И поэтому люди так смотрели на меня? Я никогда, я так понимаю, не видел очень разочарованно... Я не видел ничего разочарованного в глазах людей, я так понимаю. Блин, вот это вообще трудно, если честно. Ну, типа... А при чем тут коты, если честно? Интересно. Ну, типа, он не топил котов, да. Ну, ладно, я забыл кое-что. Ну, да, я никогда не видел такого разочарования в глазах человека. Да. Ну, таков порядок вещей. Если руководство не может оплатить свои счета, то банк забирает лакомство обратно. Тем не менее, это немного ломает меня. Знаю, как сильно я любил те старые мультфильмы, которые раньше снимали в этом месте. Ну, что ж. Время меняется. Жизнь движется вперед. Тейри Вестер. Так, окей, ладно, допустим... Так, окей, ладно, допустим... Так, если чтобы краситься. Понятно. Внимание! Дети машины. Это Вилсон. Твой, ваш друг. Ваш защитник. Два... То есть, он сказал, получается, то, что спустя много времени он вернулся обратно, и то, что, получается, ну, попросил, типа, их о цели одной. Здесь входит, типа, молодая леди. Приведите ее ко мне. Я так понимаю, это про Одри, скорее всего, речь была. Вилсон, ну ты, конечно... Я не знаю, как бы тебя назвать, конечно, мягко сказано. Ну, злой он человек, конечно. Похоже. Раз о нем так думают. Ну и у меня просто такие подозрения. Ладно. Будем знать в следующий раз. Что я не буду сказать. Так, Джоуи, Джек... Чего Джек? А, да. Джек и я хотели спросить, не могли бы вы встретиться с нами, учитывая текущую ситуацию? Мы работаем с вами уже много лет, и чувствуем, что внесли свой вклад в успех Бенди в прошлом. Мы заинтересованы исключительно в том, чтобы сохранить эту компанию сильную. Мы просто хотим помочь, чем можем. Давай поговорим. Сэмми Лоуренс. Видимо, Сэмми чего-то сильно... Хотели узнать о ситуации, которая произошла ранее. О, Бенди, да? Привет, Бенди. Так. Сколько здесь краски? Интересно. Блин, по этой краске очень трудно ходить, потому что она замедляет почему-то. Ну, да, это же чернила, как бы. Они же красятся очень сильно. Их трудно отмыть в основном, вроде как бы говорится. Ух ты. Столько слов, что, блин, я не успеваю в его переводить это все. Так, ладно. Сейчас, ребятки, подождите. Чернила капают. Тусклость распространилась по всей этой студии. Тянущиеся тени ползут вокруг тебя. Что-то жаждет твоего испорченного. Или еще. Или что? Флэш. Флэш тела, вроде. Флэш, флэш, блин. Мясо, наверное, вроде. Что-то я не помню, короче, если честно. Что это? Короче, лайм. Ой, блин. Ладно. Это близко. Так близко. Он стремится схватить тебя, задушить сзади. И вы почувствуете это дыхание на своей шее. Это очень близко. О чем ты говоришь? Так, ладно. Слишком много слов. Так, ладно или окей. Блин, я уже устал от этого. Что за привычка у меня? Не понимаю. Ой, ты. Ты еще кто такой? У-у-у. У тебя органы торчат. Господи. Тебе пока врачу. Хотя, думаю, даже врач не поможет. Что ж. Пойдемте дальше. Кассета. Надо нарч. Конец эры. О, батарейка какая-то. Что за батарейка? Так, окей. А теперь почитаем, что он нам при... Проговорил. Джоу и Дрю. А, типа я... Я ответил на звонок. Джо и Дрю умер. Что за цетищи, я так понимаю. Типа то, что они сказали... Не может быть что-нибудь. Короче, как... Короче, ему только что позвонили, что... И сказали, что Джо и Дрю умер и какой-то тихий конец необыкновенной жизни. То, что он якобы, я так понимаю, жил. Последнее, что я слышал, он жил в какой-то тесной квартирке в центре города. Ты практически мог слышать крыс под телефоном. А там что, крыс еще есть что-ли? Когда он позвонил мне в апреле прошлого года, несмотря на то, что старина Джоуи старина Джоуи казался вполне счастливым, когда мы разговаривали в последний раз. Польше похож на взволнованного, полного надежд молодого человека, которого я знал когда-то, давным-давно. Ну что ж, прощаем, мой друг. Что теперь будет с вашими творениями? Я знаю, кто их испортит. Мне кажется, Вилсон тут не просто так находится, ребят. Мне кажется, тут какие-то подозрения. Потому что... Ну не знаю, мне какие-то предчувствуют, честно. Я не знаю, от кого мне прятаться. Так, вот это вот мне не надо. Можно не надо? Я не хочу ни от кого прятаться. Что за клапочка? Security Override. Shift, чтобы бегать. Ниппон. Там кто-то был? Подожди. А кто-то был? Эй. Человек. Или кто-то там, я не знаю. А куда он исчез? Такое ощущение, будто как-то темно, что ли. Может, яркость на максимум поставить? Ну так, вполне чуть-чуть получше стало. Так. Сколько можно говорить слово так? Я устал. Эээ. Чё это было сейчас? А? Чё там было? Чё-то мне не нравится это место уже. Что мне делать? Борис. Волк. Бенди. Элис. Ангел. Эдкар. Эдкар какой-то. Понятно. Я так понимаю, вот это Борис, да? Ну да. Борис это волк. Похоже. Ага. Вот что. Ой. Опять читать? Ну прям читать это, читать. Вот серьёзно. Сейчас, ребят, подождите. Поскольку ветры здесь меняются. Да. Я спрашиваю себя. Шон, что ты делаешь? Там снаружи целый мир. Места, которые стоит посмотреть. Семья, с которой я мог бы проводить дни. Эта работа просто работа. У меня будут другие, похожие на это. Похоже. Чё? У меня будет другая работа, я так понимаю. Ну, будут другие, похоже. Не беспокойтесь об этом. Но важно, что мы должны помнить, что нужно жить. Я думаю, пришло время мне сделать именно это. Шон. Флин. Шон Флин. Допустим. Я вообще не знаю, кто это такие. Так. Блин. Всё, забываю про это слово. Опять же. Я его спамлю просто голосом. Я не знаю, сколько раз я уже его произнёс. Хм. Вот честно. Всё время одно и то же слово у меня в голове почему-то. Из бочки течёт чернила. Что-то новенькое прям. Не работает. Ну, ладно. Ну, и не будет работать. Ой, осторожно. Током же жахнет хорошо. А, двери даже не открылись из-за того, что рычаг не полностью открылась. Ну, открылся, короче. Да чтоб тебя. Чё вы меня так не вовремя пугаете? Это кто такой вообще? Ну-ка, надо бежать. Быстро. Вставай, вставай, одри. Бежим. Всё, 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 всё. Чё за фигня? Ну-ка, это чё за фигня? Чё за трэш? Тихо. Тихо. Ты кто такой вообще? Тихо. Жесть. Выглядишь-то, конечно, не очень классно. Ты очень стрёмный слишком. Всё, можно выходить. Еда. Мало здоровья? Возьми поесть. Выживи. И в опасных ситуациях. Если у тебя мало здоровья, тебе нужно поесть. Находи в локации спрятанную еду. Ну, я так понимаю, и ешь. Всё. А, я так понимаю, это еда. Ага. Баночку. Суп. Я бы не стала пить так много. Послевкусие не очень. Успокойся, я не собираюсь тебе пренавредить. Тебе нужна помощь. Не трогай меня. Кто ты такая? Что это за страшное место? Да, я помню первый день, когда я упал отсюда. Это очень страшно. Ну, тебе повезло. Машина превращает... Не превратила тебя в поисковика. Это Пайпер. Будь осторожна. Я не понимаю ничего. Я не могу думать. Это больно. Ну, тебя не поймали, потому что оставай себя живой. Короче, оставаться на одном месте нельзя. Продолжай двигаться. И на этаж выше, я так понимаю, там безопасно. Могу я пойти с тобой? Нет. Я не... Ты не можешь. Прости. У меня есть волк. Он не любит знакомцев. А волк? Удачи. Надеюсь, мы увидимся снова. О, и еще кое-что. Кроме этого, не уби... Тяжись подальше от черного демона. Ну, чернильного. Кто за демон? О, я думаю, ты узнаешь, кто это. Он любит улыбаться. Он убивает все, что движется. Подожди. Как тебя зовут? Меня зовут Элис. Ну, тут зовут ее Элис. Но мне не очень нравится это. А я Адри. Окей, Адри. Добро пожаловать на студию. Испарилась? Ты что? Маг, что ли? Мне Хогвартса? Нифига себе. Блин, я все пытался быстро перевести. Но меня в ступор заставляли эти слова. То есть, когда она говорит, и я начинаю говорить. И у меня начинается просто ступор. Ладно. Я думаю, пока на этом серию закончить. Это у нас была вступительная серия. Поэтому, в общем, не знаю. Понравилось вам, не понравилось. Но я надеюсь, что вам понравилось. В общем, ребят. Не забывайте лайкать, подписываться и комментировать этот ролик. Даже не забывайте зайти в группу ВКонтакте. Мало ли что вы там вдруг захотите посмотреть там ролики свои или знать. Ну, я имею в виду мои ролики, которые были до этого. Блин, вот если честно, я в последнее время даже в группе ничего не пишу. Извините, что меня так долго не было. Я все забился, блин, куда-то и вообще не отвечаю, ничего не говорю. Где я, кто я, что со мной, как я. Вот-то бы, можно сказать, на себя абсолютно наплевал. В общем, ладно. На этом пока все. С вами был Inferno Games. Увидимся с вами на второй серии. Я не знаю, наверное, я буду завтра ее снимать. В общем, ладно. Всем удачи, ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok